Итак, мы продолжаем изучать Пертей, Авод, Учение Отцов, сейчас у нас вторая глава и Мишна номер 9. Раббан Йоханнен бен Закай, Кибель и Елели Вешамай. Раббан Йоханнен бен Закай получил Тору от Елели Вешамая, причем интересно, Елели Вешамай жили вообще давным-давно, то есть он, что Елель жил 120 лет, что Раббан Йоханнен бен Закай жил 120 лет, то есть это были вообще выдающиеся люди, невероятные люди, и значит, Уайяме, он говорил, им ламата турарбе, если ты учил много Торы, аль такзик тували ацмыха, не держи тувад, как бы, добра для себя, лекак нацарта, для этого ты был создан, сотворен. Значит, здесь есть два объяснения. Первое объяснение, ну, во-первых, понятно тебе, почему он жил 120 лет, потому что говорится, Тора это древо жизни для тех, кто за нее держится, в этом хэмми ушары, тот, кто ее поддерживает, он счастлив. Раббан Йоханн бен Закай, он не просто поддерживал Тору, он спас Тору, когда был разрушен второй храм, он пробрался из Иерусалима к Веспасиану, он был этот самый военачальник армии, ему говорит, привет, судья император. Тот говорит, я император, ты что вообще, есть император в Риме? Он говорит, нет, ты император, потому что не может быть такого, чтобы не император разрушил Иерусалим, ты император. Тот говорит, что за дело? И тут, значит, заходит гонец, и говорит, свергли императора, и в Риме сенаторы, они решили, кто будет императором, и послали за тобой, потому что ты самый крутой военачальник, значит, тебя выбрали императором. Он вообще, ну, от этого совпадения, он, конечно, удивился, и говорит, Раббан Йоханн бен Закай, проси, что хочешь. Тот говорит, прошу тебя, говорит, чтобы мудрецов всех оставили в живых, и чтобы мудрецам открыли Академию Торы в Явное, в городе Явное, там виноградники в Явное. Второе, он попросил, чтобы спасли Рабецадок, а он 80 лет или 40 лет постился, и он просил, чтобы Рабецадок как-то вылечили, спасли, там что-то он за Рабецадок опросил. И третье, что он попросил, я не помню, что он третье попросил, не помню, что он третье попросил, но очень что-то он попросил третье, что потом один из великих-великих мудрецов, перед следующим поколением, Раби Акива, сказал, что бывает, что у самых великих людей отказывает разум. Так сказал Раби Акива. То есть он почему-то, Раби Акива, он занял другую тогда позицию, после разрушения храма, Раби Акива сказал, что, во-первых, он сказал, что Машеах, Бар-Кохба, было восстание, был царь, который восстал против римлян, и у них какое-то время была победа, и Раби Акива сказал, он Машеах, все остальные мудрецы его не поддержали, и, значит, потом Бар-Кохба был убит, его восстание было уничтожено, миллион человек был убит, и после этого Римляне уже полностью уничтожили еврейское присутствие в Израиле. Но его поддержал тогда только Раби Акива. То есть у них была разная позиция. Рабанютан Бензакай, он был такой миролюбивый, он считал, что раз Бог считает, что храм надо разрушить, раз Бог считает, что прислал римлян напасть на Иерусалим, он считал, что это проблема, что евреи мало учат теорию, плохо служат Богу, и исправление идет не через военные действия, а через исправление себя, военное действие со своим злым началом. Такая была у него позиция. Раби Акива считал, что можно внешней борьбой тоже, ну, каким-то образом победить. В общем, Рабан Йохан Бензакай, он говорил так, что человек, мы видим из его главного высказывания, что человек создан для того, чтобы изучать Тору. И он так и говорил, если учил ты много Торы, даже не держи добра для себя. То есть ты как бы не считаешь, что это что-то ты сделал выдающееся, ты для этого был создан. То есть по его системе установка по умолчанию, это только учить Тору. Все. Это как норма. Это не достоинство, это не там супер-мега какое-то достижение. Нет. Это норма. Все, что меньше этого, это не норма. Это в минус. Это грех. Это проблема. А вот если ты учишь, это нормально. Второе объяснение этого выражения. Если ты учил много Торы, не держи Тору для себя. Это имеется в виду, ты должен обучать Торе. Если ты чуть-чуть немного выучил, то ты должен тут же обучать тому, что ты знаешь. И ты должен распространять Тору везде вокруг себя. Это второе объяснение этой мечты. Для этого ты создан, чтобы разъяснять Тору. То есть ты являешься проводником Божественного знания. Если учил ты много Торы, не держи Тору в себе. Или как на царту. Ты для этого создан, чтобы обучать Торе. И дальше есть смешно тоже, что тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому дает возможность и учить, самому он поймет, и обучать. То есть именно сейчас есть очень много людей, которые учат только для себя. Они не учат, чтобы обучать. Они сидят в Ишивах. Только учатся, 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 но никого не обучают. Это подход один. Правильно или неправильно мы не можем судить. Потому что у них есть свои рабонимы, которые знают Тору намного лучше, чем мы. И они говорят, сиди учись. А другие рабонимы, они говорят, нет. Выучил Алиф, обучи Алифу другого. Выучил Бет, обучи Бет другого. И это есть путь. И это есть путь. Теперь, дальше. Но мы видим, что второе объяснение, что не держи Тору для себя, а обучай ей. Мы видим, что это объяснение очень интересное. И оно подходит к следующей Мишне. Следующая Мишна сразу нам говорит. Мы переходим сразу к 10 Мишне. То есть было у него больше учеников. Но 5 этих, они вошли в историю. Это 5 самых выдающихся, которые передавали его Тору. И здесь мы тоже видим некий учебный такой педагогический прием. Что именно лично заниматься учитель может небольшой группой учеников. 5, ну 10, до 12 может быть. 12 учеников. Есть эти цифры. Может быть, мы видим здесь, что 5. 5 у него было учеников, выдающихся, которыми он лично занимался. У Рабиатива тоже 5 было. У Рабиатива тоже 5 было, да? Вот 24 у него еще умерло, он взял себе только 5. Только 5 взял Рабиатива, да. Теперь интересно, что Хотя Рабан Йоханнен бен Закай Был восьмидесятым учеников Елеля. То есть Елеля было 80 учеников. Он был самым младшим из них. Закого Елеля. Но, опять же, Рабиат и народ. Поколение становится все слабее и слабее. Поэтому мы видим, что Было у него 5 учеников. И так же идет их перечисление. В Эллоин, вот они. Раби Элезер бен Урканус. Раби Иушуа бен Хананья. Раби Йозе Акаен. Раби Шимон бен Атанель. В Эраби Элязар бен Арах. Вот это было 5 учеников, которые как бы следующее поколение передачи Торы Рабан Йоханнен бен Закай. У Аяму Неш Ваха. И он перечислял достоинства каждого. У каждого есть какое-то свое достоинство. Вообще, у каждого человека есть какое-то достоинство. И каждый лучше в чем-то, чем в другой. И об этом говорили, значит, об этом говорили, как быть, она в Миколе Адам, как быть скромнее всех людей. Это значит ценить себя. Это не значит, что себя обесценивать. Это значит знать, у меня есть какие-то достоинства. Но когда ты видишь другого человека, ты находишь в нем достоинство, которое в нем тебя превышает. И тогда ты можешь его за это уважать. Потому что ты смотришь именно на то, в чем он выше тебя. Ты начинаешь у него учиться. То есть ты впитываешь от него вот это вот хорошее, что в нем есть. Это возможно только в том случае, если я знаю свои достоинства. В смысле, оценить их в другом я могу только, если я знаю они все. Ну, свои надо знать. И, значит, его нужно ценить. Теперь дальше. Он перечитал их достоинства. Каждого из них он перечитал. Значит, какие у них были достоинства. Раби Лезер Бенурканас, он говорил про него, что он бор суд шеном и обе-тепа. Но было такое качество, он был как колодец, который обмазанный глиной, что из него не вытекает ни капли воды. То есть Раби Лезер Бенурканас, он запоминал все, что он принимал от учителя. Все запоминал. У него была такая память уникальная. И он Аллаха за Аллахой, каждый день он, и он все повторял, повторял, он был из семьи земледельцев, и он как землю обрабатывает, такая тщательность, постепенно, и он Аллаха за Аллахой, закон за законом. Все у него было систематизировано, и он ничего не забывал. Раби Юшуа Бен Хананья, Ашри Йоратто. Про него говорили, счастлива та, кто его родила. Значит, что это за странная характеристика про человека, счастлива, которая его родила? Сам он непонятно кто, но вот та, которая его родила. Нет, нет. Значит, про него известно, что, во-первых, его мама, она его, когда он еще был в колясочке, она ставила колясочку в бет-метра, чтобы он слышал только слова Торы. И мама в него вкладывала, чтобы он слышал только слова Торы. И про него известно, что у него были очень хорошие качества характера. Когда видят очень доброго человека, говорят, какой счастлива мама его, что родила такого доброго, хорошего человека. Но у него он отличался от всех, вот у него было выдающееся качество характера. То есть он был, так про него он говорил. Так про него он говорил. Раби Йоси Акоин был хасид. Он был хасид. Что значит хасид? Хасид это он делал больше, чем требовал закон. Он все время проходил лишнюю милю, делал митсмот больше, помогал людям больше. Такой был хасид. Делал много хаси, да. То есть он делал сверх закона. Это качество Авраама. Авин, в франции Авраама, хасид. То есть хасид это он был, делал больше, чем требовалось. То есть теперь Раби Шимон бен-Натанель и Рехет, он боялся греха. Это качество Ицхака, Авин, ура. Он наоборот, он все время сидел, думал, как бы не согрешить, чем бы там не нарушить. И он вообще старался не двигаться, лишнее движение он не делал, чтобы не дай бог ничего не нарушить. То есть у них у каждого было как бы вот что-то, что отличало его от другого. Теперь и последний Раби Лезер Бен-Натан Камаян и Менгабер. Он создавал, создавал он много торы. Он был, значит, создал много торы. Что это значит? Вот есть люди, у них креативное мышление. То есть он Маян и Менгабер, это он источник, который пробивается через это. То есть он мог своим интеллектом он мог вывести любой закон. Там был, у них потом был спор, что лучше, запоминать тору или иметь такой сильный интеллект, чтобы из одного закона иметь возможность вывести все законы. И вот он был как раз Маян и Менгабер. Они разные были с Раби Лезер Бен-Нурканас и Раби Лезер Бен-Нарах. Значит, и здесь мне сейчас пришла идея такая интересная, что говорится про первого, что он был Бор-Суд-Шейнаме-Бен-Типа. Он был как колодец, который не теряет ни одной капли. Это как он учил тору, он знал всю тору. Он знал всю тору. Это сказано про кого? Раби Лезер Бен-Нурканас. Теперь Раби Шуа-Бен-Хананя, у него были Ашри-Йолатто хороший Медот. То есть он делал Гмилут-Хасадим. Или я хочу, я сейчас скажу, куда я плонюю. Я плонюю к тому, что на трех вещах стоит мир. На Торе, на служении, на молитве и на добрых делах. Теперь если Раби Возьмем Раби Первый это явно Тора. Второй под вопросом. Третий Хасид это Гмилут-Хасадим. Раби Шиман-Бен-Нурканас это Гвура. Абуда. Гвура. Раби Лезер-Бен-Арах Маяна-Медгабер снова Тора. Значит у нас осталось Ашри-Йолатто это скорее всего Гмилут-Хасадим. Тоже Гмилут-Хасадим. То есть Кашина-Характера. Или что про него известно давайте вспомним. Раби Шоу-Бен-Хананья он когда молился все делалось вообще. То есть у него по его молитве Бог делал все. И даже была такая интересная история в Талмуде когда была одна дорога на которой жил какой-то зверь такой не помню как его звали ну типа Варана какой-то зверь такой Арат как-то в Талмуде он называется и он жалил ядом он был как ящерица так как кусал людей и они умирали и сказали ему об этом и он пошел к его норе засунул туда ногу тот его укусил и умер и он взял и он взял его на плечо принес бедраж и говорит не вот этот Арат убивает грех убивает то есть он был вообще без греха то есть он был без греха это самое такая про него есть история и вторая история про него есть когда когда этот самый он говорил что у них не было в доме масла к шаббату зажигать свечи и он говорит дочке налей уксус она говорит это про него да и она говорит как же уксус будет гореть говорит тот он сказал маслу гореть так он скажет и уксус загорится и это как раз есть смешная до этого что что Асэра Цунок и Рацунков сделай его волю как ты делаешь свою волю чтобы он сделал твою волю как его то есть он полностью соединился с Богом в восприятии реальности и Бог делал если ему надо было но опять же его желание было чтобы выполнить заповедь зажигания свечей и они тоже шли с Богом в резонансе теперь давайте сразу ну давайте на этом закончим да то есть было пять разных видов учеников все каждый ученик он в нем видел его достоинства которого не было у другого и они между собой не соревновались а они каждый был сильный в чем-то своем и он видел в них именно вот эти вот их сильные качества ценил их за это и каждый был уникален в своем роде теперь каждый из нас тоже уникален в своем роде в Торе надо найти именно то что хорошо делать тебе как написано Аханех Наран Пидарко воспитывая подростка по его пути когда он вырастет он с него не свернет то есть нужно найти свое кто-то любит учиться надо учиться это очень важно учить Тору понимать нюансы тонкости кто не любит учиться может молиться благодарить Бога петь песни есть индивидуальная молитва идти в лес там и в лесу в поле разговаривать с Богом кто не может молиться добрые дела пойди сделать какое-то доброе дело сделай митцву то есть можно экшен а в Торе столько экшена что просто ну невероятное количество можно делать митцву каждый день значит и каждый может найти в ней что-то свое и прекрасно усиливать свое сильное качество приближаться к Богу все это то что чему нас научил Рабан Йоконен Мензакай но все возможности перечислены в Торе то есть первое все равно нужно знать как это все работает где митцва где не митцва где обыча что можно делать что не нужно как молиться как не молиться все есть в Торе то есть начало всего это изучение Тора все значит начинаем изучать Тору и каждый находит свой путь его делать все в Айкра Портал подписывайтесь делитесь значит создан ты для того чтобы учить Тору и обучать поэтому обучать Тори узнал обучи все пока в Айкра Продолжение следует...